В данном уроке слои и 4D моделирование в ThinMotion, но обо всём поподробнее. Всем привет, с вами Джоник Икс. Перед нами главный окно программы. Пратка, 4D моделирование, моделирование процесса возведения здания или сооружения. В настоящее время существуют программы, специализирующиеся на создании имитации строительства. Autodesk Navisworks и Synchro 4D. Однако и в программах 3D моделирования, как например ThinMotion, существует возможность возвести здание. Как это сделать? Давайте разберёмся. Импортируем элементы здания. Импорт. В диалоговом окне выбираем файлы. Если не находим, тогда ищем нужный формат. Мне нужен TTS. Поочерёдно импортируем файлы. Как вы заметили, это часть издания. Как разделить дом на несколько частей? Личное дело в программе Archicad. Ссылка на урок на экране. Продолжим. Получив целое издание, разберёмся со слоями. Жмём на треугольник справа. Слои ThinMotion это функция скрыт показать объект. Скрыть можно как один объект, так и все сразу. Главное это в раскрывающем списке выбрать All. То есть все категории объектов. Если быть точнее, это первая часть функции. Вторая часть находится ниже. Statistics. Статистика. Жмём на него и раскрываем список. Выбираем Thesing. Стадии. Скрываем все элементы издания. В разделе Thesing жмём на Thesing at New. Далее показываем первый элемент. Здесь это фундамент или House One. Жмём Thesing at New. Аналогично, повторяем действия со вторым и последующими элементами. Здание строится, а фаз становится всё больше. И в итоге, фаз столько же, сколько и элементов нет. Важно! Thesing at New жмём после показа нового элемента, иначе он не сохранит добавление. Здесь, например, нет фазы с крышей. Добавим фазу. Готово. Сделано в редакторе, но нужно экспортировать видео. Media. Video. Create. Видео уже есть, но на нём видим целое здание. Отображается последняя фаза. Выбираем первую фазу, и над окном ролика нажимаем обновить. Далее выбираем вторую фазу. В ролике, справа от окна, жмём на плюс. Добавить ролик. Аналогично с третьей и последующими фазами. Воспроизведём видео. По умолчанию оно длится 10 секунд. То есть, длительность одного ролика равно 10 секунд, делённое на энное количество роликов. Редактировать или нет, на ваше усмотрение. Лично я изменю длительность. 4D моделирование. Стание. Готово. И, конечно же, пример готового видео. А на этом всё. Понравилось видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание. И до скорых встреч.